Нужны ли России какие-то дополнительные войска, или ей уже достаточно тех, которые есть в наличии? Элитные войска — это прежде всего устойчивое словосочетание, которое применяется для определения войск, выделяющихся из ряда других по каким-то основным критериям. Однако на законодательном уровне оно нигде не закреплено, а значит все рейтинги, касающиеся их, носят чисто субъективный характер. Просто каждый сам для себя решает, где ему хотелось бы служить. Наше дело — лишь узнать у вас вашу точку зрения по этому поводу. Что мы и сделали. Приветствую, на связи Нью Солдат. В этом выпуске рейтинг, который сформирован на основе соцопросов, проведенных по всей стране. Специалисты выяснили мнение граждан России по поводу того, какие войска можно смело называть наиболее элитными. Итак, мы начинаем. Почему вам нужно подписаться на Дума ТВ? Дума ТВ не просто освещает работу парламента России. Мы первыми расскажем о важных решениях, которые влияют на жизнь каждого из нас. Наш ютуб-канал — это актуальные, оперативные и самые важные новости о работе депутатов и результаты, достигнутых в законотворческой деятельности. Понятно, доступно, интересно и по возможности весело. Дума ТВ. Думай, что смотреть. Подписывайтесь. И жмите на колокольчик. На пятом месте нашего топа — воздушно-десантные войска ВДВ. Иногда аббревиатуру ВДВ шутливо расшифровывают как «Войска дяди Васи» в честь Василия Филипповича Маргелова, героя Советского Союза, первого командующего ВДВ. Он вошел в историю Отечественной армии как десантник номер один, хотя воздушно-десантные части появились в Красной армии в те времена, когда старшина пулеметной роты Маргелов только начинал свой путь к командирским вершинам, а свой первый прыжок он совершил лишь в 40-летнем возрасте. Отсчет своей истории воздушно-десантные войска ведут от 2 августа 1930 года, когда под Воронежем был выполнен первый десант, в котором участвовали 12 парашютистов-красноармейцев. До 1946 года войска ВДВ находились в составе военно-воздушных сил РККА. А с 1946 года и до распада Советского Союза являлись резервом Верховного Главнокомандования, структурно входя в состав сухопутных войск СССР. Генерал-полковник, впоследствии генерал армии Маргелов, был командующим ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах. И многое сделал для того, чтобы десантные войска стали настоящей элитой вооруженных сил СССР. Именно при Маргелове десантура получила такие, выделяющие ее внешние атрибуты, как голубые береты и тельняшки. Более подробно о войсках Дяди Васи мы уже рассказывали в выпусках под названиями «Как попасть в ВДВ «Никто кроме нас»» и «ВДВ – войска Дяди Васи с неба на землю и в бой». Если вы по каким-то причинам пропустили их, но интересуетесь темой, то выпуски можно легко найти через картотеку нашего канала и посмотреть. Также для общего, так сказать, развития можно глянуть сюжет под названием «Горная дивизия ВДВ России – Великолепная семерка», а «Отвести душу» можно на выпусках за ВДВ «Кто из звезд мог смело купаться в фонтанах» и «Никто кроме нас» – ВДВ-песня. Однако же вернемся к нашей сегодняшней теме. Основная задача ВДВ заключается в совершении различных мероприятий в тылу врага, захвате объектов и удерживании позиций до подхода основных сил. Отбор в войска дяди Васи по всем параметрам очень строгий, так как подразделения часто отправляются для выполнения реальных операций на вражеской территории в сложных условиях. Будущий десантник должен обладать хорошими физическими данными, а также быть морально устойчивым. Официально подразделение специального назначения было сформировано в 1992 году. За недлительный срок существования служащие активно участвовали в чеченской и афганской войнах, также отправлялись для поддержания стабильности в других сложных регионах. Плюсы службы ВДВ. Первое. Это название войск знают практически все, относятся к ним с должным уважением. Второе. Хорошая физическая и психологическая подготовка. Третье. Обучают различным боевым приемам, дают возможность научиться владеть различным оружием. Минусы службы ВДВ. Первый. Эти части принимают участие практически во всех военных конфликтах. И второй. Ставятся сложные боевые задачи в различных местах. Друзья, если вы служили именно в ВДВ, то в комментариях под видео поделитесь своими впечатлениями об этом. А мы продолжим. На четвертом месте нашего топа – ракетные войска стратегического назначения, РВСН. В арсенале ракетных войск находятся наземные межконтинентальные баллистические снаряды, которые могут либо находиться в шахтах, либо быть мобильными снарядами. Помимо этого, в оснащении данных войск могут быть и ядерные снаряды. История ракетных войск в России начинается с СССР, где после окончания Второй мировой войны стали задумываться о создании новых родов войск. Вначале создавали только ядерные снаряды, затем начали проектировать подконтрольные баллистические ракеты, создавались целые соединения для успешной работы, чтобы быстро решать возникающие конфликты и решать важные задачи по защите государства в небольших масштабах. Со временем все только набирало обороты, начиналось развертывание, появились постоянные сменные дежурные для межконтинентальных баллистических ракет, которые были готовы в любой момент нанести удар. Начиная с конца 1950-х годов, началось массовое производство ракет, из-за чего возникла необходимость реорганизовать структуру управления, так и появились ракетные войска стратегического назначения. Точной датой их появления считается 17 декабря 1959 года, именно этот день и является их праздником. Сегодня РВСН обладают поражающей мощью. Ракетные удары наносятся одновременно по нескольким целям, а попадания должны быть невероятно точными. Военные РВСН постоянно находятся в боевой готовности, исчисляемой считанными секундами. При этом именно о них говорят, что это войска, которые никогда не воевали. И слава богу, потому что боевое применение РВСН чревато катастрофическими последствиями для всего мира, для жизни на планете Земля. Осознание их невероятной мощи является основным фактором сдерживания всех тех государств, кто рвется к абсолютному доминированию в военно-политической сфере. На сегодняшний день в России 12 ракетных дивизий. Ракетные войска расположены по всей стране. Стратегическое расположение не разглашается, но есть вероятность, что при службе в подобных частях придется постоянно находиться вдали от дома. Плюсы службы в РВСН – а он, к слову, только один. Это «попасть в подобные части не так сложно, как в другие». Минусы – постоянное боевое состояние и изменение дислокации боевых единиц. И здесь, друзья, хотелось бы задать вам один вопрос. Стоит ли ради того, что попасть туда проще, идти служить в РВСН? Своими мыслями по этому поводу делитесь в комментариях под видео. Мы же переходим к третьей строчке нашего рейтинга самых элитных войск России. И на ней морская пехота России. Она предназначена для проведения морских операций. Большая часть связана с боевыми действиями по захвату береговой линии. После захвата береговой линии подразделение должно удерживать ее до подхода основных сил. Эта непростая задача требует хорошей подготовки. Друзья, подробно о морской пехоте мы уже рассказывали в выпусках «Морпехи. Как попасть в морскую пехоту», «Черные дьяволы. Почему русских морпехов боятся во всем мире» и «Шесть легендарных операций русских морпехов». Наверняка не оставит вас равнодушным и сюжет под названием «Попутали берега. Морпехи США против морпехов России». Все эти выпуски можете легко найти и посмотреть в картотеке нашего канала. Поэтому сегодня о моряках расскажем лишь то, о чем мало кто знает. Первый момент. Довольно популярной традицией у моряков было накрывать стол перед трапезой с катертью, хорошенько смоченной в морской воде. Впрочем, никакой мистики в этом нехитром ритуале нет. По смоченной морской водой с катерти попросту не так сильно скользит посуда. К слову, традиции придерживаются и по сей день. Вероятно, лучшего способа уберечь хрупкую посуду во время качки до сих пор не нашли. Второй момент. Многие моряки имеют соответствующие их профессии татуировки. И это не просто дань традициям. Такие рисунки на теле вполне функциональны. Считалось, что определенные символы – это могли быть изображения, свойственные той или иной религии, а также картинки, имеющие прямое отношение к профессии, море, якорь и так далее – служат своеобразным талисманом, сулящим удачу и оберегающим от невзгод. Но татуировки на теле моряков имели и другую функцию. По ним, если с моряком случится непоправимое, можно было определить, какой религии принадлежал умерший, и похоронить его соответствующими почестями и обрядами. Третий момент. Подавляющее большинство людей привыкло считать, что небоскребы – это атрибут, имеющий отношение исключительно к асфальтовым джунглям громадных мегаполисов. Однако это не совсем так. Изначально данное слово употребляли моряки. Небоскребами раньше назывались корабли с невероятно высокими мачтами, которые при попутном ветре очень сильно изгибались под парусами. Того и гляди сломаются. На такой случай моряки держали человека, который пристально следил за состоянием мачт. Если они были близки к тому, чтобы сломаться, следящий попросту стрелял в парус, потому что снимать его было бы слишком долго, да и опасно, и нагрузка на мачту вмиг ослабевала. Многих такое решение может удивить, но ничего странного в нем нет. Починить порванный парус гораздо проще, чем восстанавливать переломанную мачту. Друзья, какой из вышеперечисленных моментов удивил вас больше всего? И, может быть, вам есть чем дополнить наш список? Если да, то обязательно сделайте это в комментариях под видео, а мы продолжим. Плюсы службы в морской пехоте. Первый — хорошая подготовка по различным направлениям. Второе — оплачиваемые командировки. Минусы. Первый — требуется хорошая физическая форма. Второй — сложные боевые действия. И третий — многие задачи связаны с большим риском для жизни. Переходим ко второй строчке рейтинга самых элитных войск России. На ней — воздушно-космические войска ВКС. С каждым годом программам, которые направлены на развитие космических технологий, уделяется всё больше внимания. Поэтому были созданы соответствующие вооружённые силы. Основными целями воздушно-космических войск являются охрана воздушно-космического пространства, выявление и ликвидация неприятелей. Представители этого рода войск наблюдают за космическими объектами, обнаруживая угрозы в сторону страны из космоса, а также запускают космические аппараты. Кстати, друзья, Россия — это единственная в мире страна, имеющая воздушно-космические вооружённые силы. К слову, за всю историю человечества нет ни одного прецедента, свидетельствующего о наличии воздушно-космической угрозы, как и нет свидетельств инопланетного контакта. А как вы считаете, друзья, разумно ли в таком случае содержать для защиты от нападения из космоса целые войска? Своими мыслями по этому поводу делитесь в комментариях под видео. А мы идём дальше. Плюсы службы в ВКС — доступ к современным технологиям и хорошее обеспечение. Минус — нужна очень хорошая подготовка. Идём дальше. Топ-5 элитных войск России возглавляет ФСО — президентский полк. Президент является главой государства, поэтому его безопасности уделяют должное внимание. В компетентность этих войсковых сил входят задачи, касающиеся защиты резиденции — московского Кремля. ФСО часто принимает участие в проведении различных протокольных мероприятий, а также в почётных караулах. Полк был сформирован в 1993 году. Официальным днём принято считать 7 мая. Подробнее о президентском полке мы рассказывали в выпуске «7 советов, как попасть в ФСО, кого берут охранять президента», а также видео под названием «Кремлёвский полк. Как попасть в элиту элит». Их вы легко сможете найти в картотеке канала и посмотреть. Поэтому сегодня сакцентируем ваше внимание лишь на плюсах и минусах службы в нём. Итак, плюсы. Первый. Большой подсчёт подобной службе. Второй. Хорошее материальное и финансовое обеспечение. Минусы. Первый. В подобные воинские части сложно попасть. Отбор проводится по многочисленным критериям. Второй. Секретность информации, которая не подлежит разглашению. На этом можно было бы сказать всё, но мы не можем не упомянуть о войсках, которые могли бы дополнить рейтинг 10 самых элитных, если бы мы его составляли. Итак, в него бы вошли. На шестой строчке – спецназ МЧС. На седьмой – ФССП России. На восьмой – ВМФ. На девятой – ВС России. И на десятой – спецназ войск Национальной Гвардии. Друзья, согласны ли вы с сегодняшним распределением войск по позициям рейтинга? Своими мыслями и советами по этому поводу делитесь в комментариях под видео «Нам важно ваше мнение». И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить всё самое важное и интересное. Оставайтесь на связи. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова